Андрей Ткачёв Глава первая Простые отжимания для развития тела, что может быть проще? А когда на тебе сидит мастер Беккер, это превращается в форменное издевательство. А ведь он ещё и не обращает внимания на мои действия и постоянно ёрзает, а то и вовсе тянет руку к банкам с пивом, которые отдастает из ближайшего сугроба. Вот такой вот природный холодильник. И как только у наставника горло не болит на холоде-то? Впрочем, я уже почти был уверен, что в плане развития тела мои наставники были ходячими аномалиями, и даже такие холода им были нипочём, словно слабое дуновение ветерка, которое даже не охлаждает. Вот только что надо было сделать, чтобы достичь подобного результата? «Тело надо тренировать каждый день, а ещё лучше, если вместе с тем развивать свой дух», говорил тем временем мужчина, прерываясь лишь на очередной глоток из банки. «И вообще, отжимайся ровнее и медленно, чтобы прочувствовать напряжение в мышцах». «Вы не сидите ровно», – просепил я, так как уже сбился со счёта и продолжал только из-за того, что не было команды заканчивать. «Я уже как-то попытался остановиться, выполнив, как мне казалось, вполне хорошую норму, но поплатился за это усиленными тренировками. После такого быстро учишься не задавать лишних вопросов. На пути бойца в постижении боевых искусств всегда есть трудности, и он должен их преодолевать, чтобы стать сильнее», – торжественно изрёк мастер Беккер. «Так что чем возмущаться, лучше приложить чуть больше усилий и дыши ровнее. В правильном дыхании – залог выполнения упражнения». Я бы хотел ответить на это, но всё, что так и вертелось на языке, было неправильно озвучить мастеру не только из-за того, что это являлось большим проявлением неуважения, но и из-за того, что злить мастера Беккера было просто опасно для жизни. Пусть против меня он силу, скорее всего, не применит, но усложнить мне тренировки вполне в его компетенции, и ведь даже ничего не возразишь. Наставнику виднее, как его ученик должен проходить задание. Хорошо ещё, что на мне был термокомплект бронемастера боевых искусств, как я его сам для себя обозначил. С недавних пор в Дадзё я только и делал, что занимался в его тех или иных вариациях. Сначала было не очень удобно, но постепенно я привык к такому и не обращал внимания на такие мелочи. Да и в подобной ситуации я даже был рад, что он на мне. Так хоть сколько-то тепла оставалось со мной. «Что-то ты недостаточно низко опускаешься, Адриан!» Раздался недовольный голос наставника, и тут же его вес, казалось, увеличился, так как меня стало прижимать к земле пуще прежнего. Вот так лучше! Ещё сотню раз и можем перейти к следующему упражнению. Оставалось лишь стиснуть зубы и продолжать выполнять задания. Благодаря маме я имел в родословной очень хорошие гены, и это позволяло мне выдерживать гораздо больше, чем обычному человеку. И всё же я не был клановым, для которого, скорее всего, подобные упражнения были бы недостаточно сложными и напряжёнными. Правда, я всегда сравниваю себя с клановыми, но реально не видел ни одну их тренировку, чтобы говорить с полной уверенностью. Было бы забавно, если бы даже они не выдерживали подобных усилий. После отжиманий последовали приседания, и всё так же с дополнительным весом в виде мастера Беккера. Тут он тоже не старался вести себя, как образцовый утяжелитель и постоянно двигался, и вообще всячески мешал, заставляя напрягать даже те мышцы, о которых я не знал. Сложнее всего было не упасть назад, потому что ровно подо мной было расположено несколько заострённых штырей. «Разумеется, мне не хотелось проверять, что может произойти, если я не смогу выполнить упражнение как надо. Мотивация благодаря такому стимулу была даже выше, чем на предыдущем упражнении. И ведь это всё было ещё самым лёгким, что мне предстояло сделать». «Ну вот мы и закончили с разминкой», — довольно улыбнулся наставник, наблюдая за тем, как я не имею сил даже подняться с земли. Мы занимались на улице, где снег не собирались убирать, но благодаря различным заданиям я уже расчистил довольно большую площадку, а сам снег остужал моё разгорячённое тело. Стоит ли удивляться, что буквально спустя несколько минут я уже касался голой земли. От меня так и валил пар, но при этом никакого озноба я не чувствовал, будто тело уже привыкло к подобным температурам. Удивительное дело, вот только осмыслить это мне не давали». «Хватит уже отдыхать», — резко произнёс мастер Беккер, так что я даже подскочил с земли и уже приготовился отражать нападение. «Хм, рефлексы, конечно, хорошо иметь, но неужели ты думаешь, что сможешь отразить мой удар?» «Хотя бы смягчить...» «Немного», — уже опуская руки, неуверенно ответил я, глядя на него. «Возможно, возможно», — кивнул мужчина. «А теперь идём на первый полигон. Я тут для тебя разработал новую конфигурацию полосы препятствий. Закачаешься!» Мечтательно причмокнул губами наставник. «Я-то знал, чем мне подобное грозит, и не разделял настроение мастера Беккера». Прогулки Сейка всегда были мне в радость. Да и как можно не радоваться, когда рядом с тобой идёт такая красавица, с которой тебя связывает очень многое, и которая, как мне кажется, отвечает мне взаимностью, но ещё стесняется проявлять свои чувства открыто. Жаль лишь то, что классическим свиданием здесь даже не пахло. У нас было очень мало возможностей пойти просто погулять. Чаще же всего я просто помогал девушке в покупках. «Адриан, тебе точно не тяжело?» проявила обеспокоенность Эйка, смотря на меня. Стоит уточнить, что заполнением еды в Дадзё занималась исключительно внучка старейшины, а так как мастера не прекращали собственные тренировки и продолжали самосовершенствоваться, то и ели они, соответственно, очень много. Особенно это было заметно в отношении мастера Дорна, который, казалось, ел за троих. Порой у меня вообще складывалось впечатление, что его желудок бездонный, и он останавливается только, чтобы всё это не выглядело слишком странным. Правда, голодный взгляд всё равно выдавал мужчину. Так вот, кушали мастера много, и закупаться продуктами приходилось тоже в больших количествах. Не знаю, как раньше с этим справлялась Эйка, но сейчас за моей спиной находился туристический рюкзак, изготовленный по спецзаказу, имеющий возможность вместить в себя довольно внушительный объём вещей. Так и помимо этого, снаружи имелось множество крепежей, которым также можно было что-то прикрепить. Скорее всего, производитель подобного снаряжения даже не мог подумать, что этот рюкзак будут использовать подобным образом, а для меня же это означало, что руки будут свободны, и в них я смогу переносить ещё пару пакетов с едой. Мы уже заканчивали с покупками, так что за моей спиной был баул, который раза в два превосходил меня по высоте, а его ширина была такова, что мне приходилось очень осторожно маневрировать, чтобы края рюкзака не выходили на проезжую часть. К сожалению, для остальных пешеходов просто не оставалось места, но и они не стремились идти с нами по одной стороне улицы, сранее видя меня с необъятным грузом. К тому, что меня провожают удивлёнными взглядами, я уже давно привык. Единственное, что хотелось бы, чтобы они ещё при этом нас не снимали, но благодаря весело болтающей о всякой всячине Эйка подобное было вполне терпимо, и я практически не обращал внимания на окружающих. «Я сильный», – улыбнулся я, стараясь не показывать, насколько мне на самом деле тяжело. Только благодаря суровым тренировкам от мастеров и, как я понимаю, из-за питания от мастера Торор, которая практически каждый день производила мои замеры и лично следила за тем, что я ем, я мог хотя бы двигаться с таким весом. Приходилось делать это осторожно, чтобы, не дай боги, рюкзак всё-таки не перевесил меня, но я делал шаг за шагом вперёд, причём приходилось сконцентрироваться только на дороге и на впереди идущей Эйка, чтобы хоть что-то соображать и держаться. «Тогда зайдём ещё в один магазинчик, там сегодня на овощи акция и надо купить их, пока не разобрали лучшие». Лучаясь с довольством, хлопнула в ладони блондинка и умчалась вперёд, чтобы успеть заскочить внутрь продуктового магазина. Я как бы не хотел быть рядом с ней, просто не успел бы, да и с таким грузом мне банально не войти внутрь, поэтому пока я добирался до магазина Эйка как раз и закончила с покупками, обзаведясь ещё двумя большими пакетами. Даже несмотря на моё состояние, я не мог отбросить навязчивую мысль, что тут что-то не так. Что-то раньше мы вроде столько не закупались и, похоже, блондинки дали задания мастера, и вот сейчас она и нагружала меня сверх меры, как того ослика. Вот только ослик бы под таким грузом давно бы и сдох, а я всё ещё продолжал двигаться, пусть и медленно. Чем не повод для гордости? Тем более в перспективе меня ждало что-то получше морковки, то, ради чего стоит так сильно напрягаться. Ну, в общем, на этом и всё. Сверяясь со списком на экране телефона, задумчиво проговорила Эйка. «Можем возвращаться в Дадзё». «Отлично!» Искренне обрадовался я, стараясь не останавливаться ни на миг. Было такое ощущение, что если я просто замедлюсь, то уже не смогу сделать следующего шага. «Кстати, я решила, что мне недостаёт навыков в готовке», вдруг заявила девушка спустя минуту. «Ты же прекрасно готовишь!» возмутился я подобному. «Спасибо, Адриан!» Мило улыбнулась мне Эйка. «Обычно я был рад подобным улыбкам, но такой заряд милоты, в то время как я пытаюсь сделать следующий шаг. Никто, наверное, не узнает, чего стоило мне не упасть в этот момент и сделать ещё один шаг. Но после того, как я побывала в гостях у твоих родителей, я поняла, что мне есть куда стремиться. «Как думаешь?» Внимательно посмотрела она на меня. «Твоя мама согласится мне помочь с этим?» «Моя мама?» Удивлённо посмотрел я на блондинку. «Не думаю, что она будет сильно против. Всё равно большую часть времени сидит дома». Я никогда не воспринимал готовку мамы чем-то этаким. Но если Эйка, от готовки которой я был в полном восторге, говорит, что есть чему поучиться у моей мамы, то, видимо, что-то в этом действительно есть. С другой стороны, было непонятно, так ли хорошо для меня сближение девушки, которая дорога мне, с моей мамой. Впрочем, в эти женские дела, как не раз говорил папа, лучше не лезть, если не хочешь оказаться в итоге крайним. И это что получается? Эйка теперь будет часто заходить к моим родителям? На этой мысли я даже на мгновение подвис и чуть не пропустил следующий шаг, но всё же смог напрячь мышцы и продолжить движение. Главное, чтобы Эйка не спилась с моей младшей сестрой, а то если они вдвоём начнут выносить мне мозг, то, боюсь, даже тренировки не будут мне казаться таким тяжёлым испытанием, как выдержать воздействие этих двух представителей женского пола. Если Самина хотела, то она могла быть довольно изобретательной на различные подколки, от которых в первую очередь страдал я, ведь все новые идеи она в первую очередь испытывала на мне. Правда, всё это в какой-то мере было схоже с тем, что я испытывал при тренировках с мастером Маками, так что так легко попадаться на её уловки я давно перестал. Впрочем, это лишь означало, что Самина становилась всё более изобретательной, и когда-нибудь я всё же попадусь в её западню. Ну вот и хорошо, довольно кивнула Эйка. Как быстро время-то летит! Покачала она головой, посмотрев на часы. Надо бы нам ускориться, чтобы успеть приготовить обед на всех. Я постараюсь! Глава вторая Когда мы уже практически пришли к воротам Дадзё, и всё моё внимание было сосредоточено только на ногах, до меня сквозь гулкие удары сердца в ушах донеслись звуки, которых тут точно не должно было быть. Рядом с воротами в Дадзё последний приют расположилась какая-то банда байкеров, и один из них сейчас стучал в ворота и что-то угрожающе кричал. Это зрелище настолько удивило меня, что я всё же сбился с шага, и в следующий миг пришлось спешно переносить весь вес на другую ногу, и из-за этого раздался довольно гулкий удар об асфальт, который привлёк внимание собравшихся. Я даже сам не ожидал, что так выйдет. «Эй, малышня!» Обратился к нам как раз тот, кто стучал в ворота. «Вы не знаете, есть ли кто в Дадзё!» Вообще, видеть байкеров зимой было довольно необычным зрелищем, но их кожанки были смехом, да и сами мужчины были одеты всё же по погоде и не выглядели, как любители примерзать к металлическим частям своих железных коней, и всё же видеть байкеров зимой мне ещё не доводилось. Очень необычные зверьки для такой погоды. Сам говоривший обладал впечатляющим вытянутым лицом и глазами на выкате, что его делало очень похожим на рыбу, а уж лысая голова ещё больше подчёркивала эту похожесть. В нос же была вставлена цепочка, которая тянулась от одной ноздри до мочки уха, и вот зачем вообще цеплять такое украшение. Оно скорее привносило отталкивающее впечатление, чем служило созданию какого-то образа. Мужчина был худощав и высок, в то же время в его руках находилась металлическая бита, которую он сейчас закинул на плечо и нечитаемым рыбьим взглядом смотрел на меня и Эйка, и кажется, за всё время он так ни разу не моргнул. Надо же, какой интересный экземпляр! Правда, рассматривала его лишь я один, а вот Эйка молча обошла этого человека и легонько толкнула массивные деревянные двери входа в Дадзё. Это как? Да мы же минут двадцать их толкали! Что происходит? Сразу же раздались возмущённые крики со стороны байкеров, но больше всего разозлился рыбоголовый, у которого, казалось, глаза выпучились ещё сильнее. А ну, заткнулись все! Позади меня появился мастер Беккер, который очень уж легко перехватил мой рюкзак и сумки, закинув всю поклажу на плечо, будто это ничего и не весело. Чего расшумелись на улице? Только привлекайте к нам внимание! Нил Беккер обрадовался его появлению рыбоголовый байкер. Я вызываю вас на бой за право стать вашим учеником! Чего? Учеником? Он совсем сумасшедший лезть с таким к мастеру! Ты что ли? Насмешливо посмотрел на байкера мужчина. Извиняй, развёл он руками, но у меня уже есть ученик, указал он рукой на меня. В таком случае я вызову на бой мальца! Веско заявил этот рыбоголовый. Нет, это будет не совсем честно! Пробежал по нему оценивающим взглядом мастер Беккер. Адриан, разрешаю использовать только одну руку! Как скажете, мастер, уважительно поклонился я, стараясь сделать вид, что меня всё это не сильно волнует. Вызов, да к тому же от мужчины был старше и крупнее меня, такого мне ещё не доводилось испытывать, правда я не чувствовал от него ничего того, что ощущалось от каждого мастера боевых искусств, так что вполне возможно он не обладает никакими техниками, что несколько меняет дело. Я повёл плечами, наслаждаясь отсутствием груза. После того, как наставник забрал рюкзак, я чувствовал себя легче пёрышка и благодаря разговору между ним и байкером я наконец-то смог справиться с этими ощущениями, чтобы не обманываться кажущейся лёгкостью. Правда, было немного обидно, что наставник удерживал рюкзак одной рукой и без каких-либо проблем, но к подобным вещам я уже стал привыкать. Пусть мужчина передо мной, который вдруг захотел претендовать на место ученика мастера Беккера и не казался опасным, но это не означало, что я буду относиться к его вызову легкомысленно. Если вызов делался сознательно, то вполне возможно, что за этим что-то есть, а внешний вид... Когда дело касается мастеров боевых искусств, внешний вид не та вещь, на которую стоит обращать внимание, так как может создаться обманчивое впечатление, которое в итоге приведет к проигрышу. Никогда не стоит недооценивать своего противника и заранее считать, что ты победил, только схватка покажет, кто в итоге сильнее. Медленно выдохнув, я завел левую руку за спину и встал в боевую стойку. Внешне расслабленно, но все же я был сосредоточен на моем противнике. Да я этого коротышку с легкостью отделаю! Насмешливо бросил рыбоголовый и бросился на меня, размахивая своей битой. Стоит отметить, что сам удар был довольно быстрый, но слишком легко читаемый. Я просто воспользовался своим небольшим ростом и банально пригнулся, пропуская биту над собой. Байкер, похоже, не ожидал, что я так легко избегу его атаки и просто не успел вовремя отреагировать влекомой инерцией движения, зато мне открылась его незащищенная грудь. Отведение руки назад, сжатие кулака, движение руки, подобное порыву ветра и поворот корпуса с одновременным подшагом вперед, чтобы в одном касании передать максимальный импульс. В этом движении участвуют все мышцы тела, и мне удается исполнить сам удар на максимальной эффективности. Кулак попадает примерно в середину груди, и в следующий миг рыбоголового просто сносит в сторону как раз в ряды своих товарищей. Раздался страшный грохот, когда мотоциклы стали падать на землю, но больше шума создавали их владельцы, ведь их придавила техника, и сейчас мат раздавался на всю улицу. Я же в это время удивленно смотрел на дело своих рук. Мой кулак не встретил большого сопротивления, и я как-то не ожидал, что мужчина, который однозначно был тяжелее меня, улетит с такой силой от одного попадания. А ну заткнулись, прикрикнул мастер Бекер, и меня, как и остальных, придавило к земле жаждой убийства. Я-то хотя бы был к этому привычен, а вот остальным явно поплохело, но своего наставника все же добился. Стало сразу же тихо. Я так понимаю, больше претензий с вашей стороны нет, насмешливо бросил он, глядя на побледневших байкеров. Тогда свалили отсюда и прибрали за собой тоже мне кандидаты в ученики, сокнул он языком. Больше не говоря ни слова, мастер Бекер подошел к дверям Дадзё и толкнул их, широко раскрывая створки. «А тебе требуется специальное приглашение?» хмыкнул мужчина. Это действие вырвало меня из созерцательного состояния, и я поспешил за наставником, пока проход открыт, а то ведь придется вновь перебираться через стену. Делать это после того, как победил лидера этих байкеров, мне точно не хотелось. Ну и каково это побеждать взрослого мужчину, которое внешне куда опаснее тебя? Вдруг спросил наставник, когда мы отошли вглубь Дадзё. «Я не ожидал, что это будет так легко», честно признался я. «Запомни этот момент», кивнул мастер Беккер. «Тут сыграло не только то, что этот парень возомнил о себе не ведь что и посчитал, что вполне может стать моим учеником, но и то, что он недооценил тебя. Пусть он и не изучал толком боевые искусства, но человек существо изобретательное, и этот байкер вполне мог подловить тебя на чём-то, чего ты никак не ожидал бы. Так что лёгкость этой победы лишь кажущаяся вещь, ведь всё могло бы пойти иначе, если бы у твоего противника было время подготовиться в должной мере. Я запомню, уважительно поклонился я наставнику, и всё же надо бы тебя научить верно оценивать своего противника, а то будь он подготовлен чуть хуже, то ты бы мог его отправить надолго в больницу, покачал головой мужчина, лишние проблемы с властями нам точно ни к чему, тем более ты ещё школьник. С ним действительно всё будет в порядке, встревожился я. Как-то до этого момента я даже не думал, что мог нанести ему серьёзные травмы, да и как мне кажется, я в достаточной мере контролировал свой удар, чтобы максимум сломать пару ребер, но ничего серьёзнее этого, тем более во время удара под курткой я почувствовал какую-то защиту, которая и приняла на себя большую часть удара, но всё же мастеру виднее. Неужели беспокоишься о каком-то незнакомце, ухмыльнулся мастер Бекер, я могу научить прятать следы. В свойственной только ей манере разговора рядом со мной появилась мастер Маками, а её дыхание приятно щекотало мне ухо. Только скажи прелесть, копы не найдут, гарантирую, свидетелей не будет, будет лишь тишина. Тея, не порти мне воспитательный процесс, возмущенно посмотрел на неё мужчина. Я лишь предложила, развела руками эта очаровательная чертовка, которая даже в такой холод одевалась в довольно лёгкую одежду, открывающую такие виды, что проще было отвести взгляд, иначе он всё равно соскальзывал. Спасибо вам, мастер Маками, за проявленную заботу, поклонился я девушке, но не думаю, что те тела не могут убраться сами с дороги. Ха- ра- шо, расстроенно произнесла наставница. Весь её вид говорил, насколько ей не понравился мой ответ. Так и хотелось её пожалеть и прижать к себе, даже рука уже дёрнулась, чтобы... Вот ведь актриса! Рассмеялся мастер Бекер, полностью разрушил всю атмосферу, и я себя резко одёрнул. Рано ещё нашему ученику справляться с подобным. Побереги его нервы, а ты, Адриан, обратился он уже ко мне. Уши-то не развешивай, а то тебя так уболтать сможет кто угодно и на что угодно, и сам не поймёшь, как это произойдёт. Тренируй силу воли! Есть тренировать силу воли, моментально ответил я, поклонившись мужчине и вытянув сложенные руки впереди. Пошли уже, а то Эйка будет недовольна, что мы и так задержались с продуктами, мотнул головой мастер-бекер и вновь зашагал по каменной дорожке. Жрать уже хочется! Сегодня первая половина дня у меня, можно сказать, была свободна, так как я поступил в распоряжение Эйка. Поэтому, как только мы дошли до склада, я принялся за сортировку купленного. Как я уже не раз говорил, мастера в Дадзё любили покушать и ели действительно много, так что под продукты был выделен полноценный склад, где располагались большие холодильники, сушильные камеры и множество другого. Заготовки делались тут же, так как наставники не любили покупные банки и предпочитали соленья, изготовленные вручную. Этому вскоре меня должна была начать обучать мастер Торвор. Тем более, она привозила из своих поездок различные экзотические продукты, которые в том числе необходимо было правильно обработать, чтобы как можно дольше сохранить их необычные свойства. Под складом же располагалось несколько этажей оранжереи, где мастер Торвор пыталась вырастить привезенные ею растения в теплицах с индивидуальными условиями жизни внутри. Требовалось учесть множество нюансов, чтобы растение прижилось даже в созданных под него параметрах теплицы, но туда меня не пускали. Да и остальные мастера не слишком были в этом заинтересованы. Им главное, чтобы еда была на тарелке, да было вкусно, а то, что некоторые их излюбленные специи выращивались как раз в этих оранжереях, было сущей мелочью. Сортировка не заняла много времени, и вскоре рюкзак был опустошен, ну а я получил около часа свободного времени отпущенного Эйка, которая с готовкой в этот раз решила справиться и без моей помощи, тем более она поймала мастера Маками, которая увивалась рядом с нами и заставила ее присутствовать на кухне, так что помощники у нее были. Я же отправился к своему домику, где меня под навесом защищающим от дождя и снега ждал кусок камня, который мне необходимо было воплотить в какую-то скульптуру. Предстояло еще много работы. Продолжение следует...